Ну а сейчас о важном и для многих больном вопросе – алиментах. Жители области задолжали своим детям более 500 миллионов рублей. Некоторых неплательщиков даже объявили в розыск. Как добиться положенных по закону денег? И правда ли, что можно взыскать алименты у мужа, не бывшего, а настоящего? Расскажет гостья программы адвокат Любовь Сафрогалеева. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Если отец не работает официально, но имеет хороший доход, как взыскать алименты в такой ситуации? Ситуация стандартная. Действительно, у нас часто такие ситуации в жизни встречаются. В 83-й статье Семейного кодекса предусмотрено решение этой проблемы. Если заработная плата не установлена, то можно установить алименты в твердой денежной сумме. Для этого просто нужно обратиться в центральный, теперь в Ленинский или в Калининский районный суд города Тюмени. У нас с некоторых пор изменилось законодательство, и теперь споры по алиментам у нас рассматривают не мировые судьи, а федеральные. Это хорошо или плохо для женщин? Ну, я не знаю, как это будет работать еще. Я думаю, что у нас объем знаний у судьи в любом случае одинаковый. Практика у нас по этим делам устоялась. Споры такие считаются односложными практически, потому что алименты – это обязанность родителя, а не право. Минимальный размер алимента в 2019 году около 3000 рублей, но женщине, конечно, этих денег, возможно, не будет хватать. Можно ли как-то увеличить сумму? А вообще 3000 рублей, они складываются откуда? То есть у нас есть такое понятие «прожиточный минимум». Каждые три месяца у нас в правительстве Тюменской области на сайте размещает, какой это прожиточный минимум. Сейчас это где-то 11700, может быть, чуть выше, около 12000. Одна четвертая от заработка – это как раз и вот эти 3000. То есть действительно маме этих денег может не хватить. Если это официальный заработок, который установлен работодателем, есть справки НДФЛ, есть трудовой договор у папы, например, или у мамы. Бывает, и папы обращаются к маме за алиментами. То здесь действительно будет одна четвертая как раз вот эти 3000. Увеличить можно, но если, например, есть какие-то дополнительные занятия у ребенка, какие-то кружки и секции, которые доплачиваются дополнительно одним из родителей, можно также обратиться в суд и половину заоплаченных денежных средств по этим вопросам взыскать. Например, ребенок профессионально занимается бальными танцами, там костюмы достаточно дорого стоят, перелеты и так далее на соревнования. Разделить указанную сумму на два и взыскать с папой, если папа не помогал. Это дополнительные расходы на ребенка. А знаете, что еще интересно? Если, к примеру, муж и жена не развелись, то есть они в браке, все финансовые вопросы решает глава семьи муж, да, женщине он денег не выделяет на ребенка, может ли она, находясь в браке, взыскать алименты? Да, может, потому что у нас законом даже предусмотрено, что как в браке, так и не в браке родитель вправе обратиться и взыскать денежные суммы на содержание ребенка, потому что это обязанность родителя, это не право. Конечно, папа должен или мама стараться и денежные средства выделять на содержание, значит, просто будет обращение в суд и взыскание. А должен ли мужчина платить алименты, если, к примеру, жена не разрешает видеться с ребенком? Должен, однозначно должен. Это обязанность и вопросы неимущественного характера, все, что касается определения порядка общения, определения порядка места жительства ребенка и так далее, все это совсем другая категория споров. Обязанность содержать ребенка никуда не делась. Какие еще популярные вопросы касаемо алиментов у родителей? Есть вопросы, как снизить алименты, например. Есть вопросы, достаточно неудобные, когда мама или папа не имеют возможности доказать, есть ли вообще у должника денежные средства. В таком случае мама прямо расследование какое-то затевает. Есть такие истории? У меня была история подобная. Там мужчина сдавал несколько боксов гаражных за определенную сумму денег. Приставы, соответственно, поскольку договор не проводился в налоговой, не видят, что отец получает денежные средства. Мама пошла к арендаторам гаражей, договорилась с ними, взяла у них договоры аренды. Как они ей дали, я не знаю. И в итоге она показала приставам эти договоры, и денежные средства смогла получить через приставов. Просто в момент выдачи денежных средств, там в договоре была дата обозначена, приставы, приехали. Ну, это на самом деле такой уникальный случай. А сколько вот невозможно доказать, да? Очень много невозможно доказать. Бывает, папа или мамы ущеряются, говорят о том, что у них сейчас изменилось семейное материальное положение, алименты нужно уменьшить. У нас статья 119 семейного кодекса подразумевает такую возможность, да, можно уменьшить. Ну, здесь, конечно, зависит и от состояния здоровья человека, и действительно от материальных каких-то возможностей. Бывает, что человек работал с одной заработной платой, и вдруг его перевели на другую зарплату, и сумма... Не может уже быть уменьшилась. Не может уже быть уменьшилась. Конечно, он не будет платить в том же объеме. Большое спасибо, Любовь. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»